Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. Давайте разберем и проанализируем данные, которые были озвучены на утреннем брифинге Министерства обороны в субботу, 9 июля. Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Березнеговатая Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады Вооруженной силы Украины уничтожено свыше 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Кроме того, по данным Министерства обороны, ВКС России высокоточным оружием уничтожили ангар с американскими гаубицами М-777. И, похоже, теперь Украине придется нелегко. Ведь ранее Запад заявил, что сокращает поставки вооружения Киеву. Причина – международное сообщество, во-первых, не видит финансовую стабильность у Украины, а во-вторых, положение ВСУ в Донбассе в последнее время серьезно ухудшилось. По словам первого заместителя поспреда России при ООН Дмитрия Полянского, поставки западного оружия – большая угроза, причем для всего мира. Как долго Запад еще будет поставлять вооружение Украине? И может ли что-то заставить иностранные государства наконец-то открыть глаза? Ну, первое, наверное, это законная военная цель и месть мирного населения, которое было передано военнослужащим вооруженных сил за незаконные обстрелы мирных городов. Это как бы первое. Второе. Действительно, в результате качественных разведывательно-поисковых мероприятий определены места, где были скрыты знаменитый американский М-777, и они были поражены. Поражены. Это уже третье удачное поражение нескольких данных артиллерийских систем. При этом они были поражены не только как артиллерийские системы, но и с артиллеристами, что надолго отобьет охоту стрельбы по мирному населению. Значит, в настоящее время на территории Украины происходит среди НАТОвских стран некий конкурс между предоставлениями наиболее дорогих видов образцов. Видно, надо каким-то образом пополнить свой ослабленный военный бюджет. Операционно-тактическая, армейская авиация, ракетными войсками и артиллерии за сутки нанесено поражение 22 пунктам управления, в том числе 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровская ДНР, подразделениями артиллерии на огневых позициях в 72 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харьков. Кроме того, в районе Солидара российские военные уничтожили более 30% военных 72-й мехбригады ВСУ и большую часть артиллерии. В этом ключе непонятно, как планируют действовать украинские войска дальше, ведь в вооруженных силах наблюдается дезертирство и большие потери. Более того, в бригады набирают заключенных. Как можно оценить состояние украинской армии? Данная бригада в настоящее время как минимум ограниченно боеспособна, а если, наверное, до конца иметь более точное развитие данных, то небоеспособна. То есть моральный дух, укомплектованность не позволяет данному воинскому соединению качественно в определенной им полосе обороны исполнять возложено на них задачу. Это как бы это первое. Второе. Данный уровень поражения и неукомплектованности, а также очень важно понять некачественной подготовки военнослужащих украинских вооруженных формирований, в настоящее время говорит о том, что они очень не готовы к исполнению возложено на них задачу. В соответствии с мобилизационным заданием украинских вооруженных сил Украины, они предполагают возможность поставить под ружье порядка миллиона граждан. Но вероятность исполнить заранее определенные планы никоим образом не предоставляется возможным по совокупности причин. Часть людей убыла с территории, часть людей любым образом по разным основаниям не исполняют это, и поэтому они вынуждены искать людей более зависимых от государства. В данном случае тех граждан, которые находятся в местах заключения. Вот ими они пытаются закрыть эти бреши и дать им оружие. Я думаю, это кратковременный способ решения вопроса, потому что эти люди с оружием находятся сейчас на этапе распада украинской государственности, и они же будут неким образом банформированиями на территории Гуляйполя. То есть вот это будет новое Махно, ну и какие-то другие партизанские формирования, которые грабить будут буквально всех, начиная от поездов и кончая мирных селян. Итак, подведем итоги потерь украинской стороны за все время с начала спецоперации. Вот такие цифры предоставляет Министерство обороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий, полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники.